Здравствуйте! Уважаемые гости, мы очень рады вас приветствовать, мы надеемся, что наш проект принесет вам недовольствие и пользу, услышите в процессе концерта, в процессе нашего мероприятия все наши идеи, которые вы задумали, и надеемся, что они все выплатят жизнь в ваших рисунках, в ваших зарисовках, и, условно, будем рады вам в глазах сотрудничества. Наша школа, она уникальна, поскольку у нас здесь учатся дети не только как музыкальный, как вы приходите в художественную, но и получают общие образы дисциплины, они здесь находятся с утра до вечера. Их расписание, оно выстраивается в перемешку. У них может быть первый урок русский язык, второй сарфеджио, третий хор, потом опять математика и так далее. Учатся здесь 11 лет, 7 лет, и, кроме того, у нас даже есть интернат, в котором живет 50 человек, которые приехали к нам из других регионов России и даже из Европы. И школа наша славится знаменитыми выпускниками. Среди них и Юрий Хаткович Саверканов, и Марис Яншинс, и Владимир Саверков, и, может быть, более известные вам номинают, и Михаил Боярский, и Юрий Александров. Поэтому, на самом деле, очень много знаменитых людей в школе закончилось. И мы очень-очень надеемся, что концерт сегодня принесет нам огромную пользу и удовольствие. А вести концерт сегодня будет Дмитрий Юрьевич Провинский, который подготовил всю эту идею и, надеюсь, успешно ее воплотит. Я вам желаю удачного просмотра. Ну и, муху, не пираж, чтобы у вас хорошего приветствия. Итак, здравствуйте и добро пожаловать еще раз к нам. Много интересного за 80 лет тут было. Потому что школа существовала, много будет. Я думаю, что мы будем действительно дружить, сотрудничать. И для нас очень интересно и важно с вами сотрудничать. Итак, наш концерт сегодня, как вы видели на афише, как вы знаете, называется «Имфрессионизм в музыке». Такое слово «Имфрессионизм». Я думаю, что вы знаете, что оно означает и не буду читать какую-то лекцию, рассказывать. Вы, наверное, ходили в Эрмитаж, читали и знаете. Откуда вообще пошло название этого слова? Кто-нибудь может сказать из вас? Ну, вы, наверное, знаете, да? Это была знаменитая картина французского художника. Какой? Мануэль. Совершенно верно. И она называлась, как по-французски «Имфрессион», называлась «Восход солнца». То есть «Ветепление» – «Восход солнца». Я, в принципе, должен сказать, что нам бы повезло, и, собственно, от этого слова французского «Имфрессион» и пошло название движения «Имфрессионизм». Должен сказать, что нам немножко повезло, если бы в Германии, например, это течение возникло. Например, по-немецки слово «впечатление» по-немецки звучит как «Айндрюк». И это бы называлось «Имфрессионизм» как «Имфрессионизм в музыке». Поэтому мы должны быть благодарны французам, что они это течение начали, и мы, собственно говоря, называем это течение по французскому слову, по названию вот этой знаменитой картины «Мане», «Восход солнца» и «Имфрессион». И, собственно, вот это слово «впечатление», оно у нас сегодня будет главным для нас, потому что мне и нам всем будет важно ваше впечатление от музыки, которую мы услышали, французских ингрессионистов. Древние люди, они считали, что впечатление, это такая история, они считали, что душа человека, она как мягкий воск. Каждого человека это мягкий воск. И когда на ней тут душу что-то воздействует, какое-то событие или что-то, то на душе остается такой оттиск. То есть «Испечатление», они называли, это такой оттиск, который какой-то как штамп на мягком воске оставляет. И, собственно, это и есть впечатление. И к этому стремились и художники-имфрессионисты, и композиторы-имфрессионисты. Они стремились в музыке передать вот именно мимолетное какое-то ощущение, вот этот оттиск на мягком воске. Они пытались передать в музыке какое-то мимолетное впечатление. Поэтому чем отличается музыка композиторов-имфрессионистов от другой музыки? Потому что она, во-первых, зачастую имеет какую-то программу. Она может называться как-то по-особенному, и в ней какая-то программа. И она может быть посвящена какому-то определенному событию. Это может быть или стихотворение, или может быть увиденная картина, или какое-то жизненное впечатление. И вот сегодня я предлагаю вам, вы услышите довольно много музыки, довольно много пьес, мы для вас подготовили. И у нас эти пьесы музыкальные и ваши картины, потом это будут ваши впечатления, вот этот воск ваш, он будет доставиваться. И мы, когда подготовили количество пьес довольно большое, мы их распределили на три таких больших группы. Первый мы назвали «От заката до рассвета». Ну и «От заката до рассвета» два, потому что, вы знаете, был какой-то фильм известный. И почему? Потому что часто импрессионисты, они посвящали свои произведения временам суток различных. И откроет наш концерт сегодня пьеса, которая называется «Лунный свет». Ну, название много уже говорит о себе, да? Но, тем не менее, эта пьеса была написана на основе стихотворения Верлена, французского поэта того времени. В этом стихотворении были лунные лучи, птицы мечтающие во дне ветвей. И был ночной фонтан, который тихо струится в лунном свете. Ну, собственно говоря, сейчас мы можем приступить к прослушиванию музыки. И сыграет для нас наша ученица, ее зовут Маша Тент, фамилия, и за роялем Полина Михайловна. Спасибо. 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 Следующая пьеса, будем называться «Колубельная слона». Это особенный слон, который я расскажу. Эта пьеса, она является частью фортепианного цикла, который композитор Дебюсси написал под впечатлением за своей дочкой. И он назвал этот цикл «Детский уголов». Цикл из шести пьес «Детский уголов». У Ди Би Си довольно долго так получилось, не было детей, и когда ему было за 40, у него наконец появилась дочка, он любил ее, обожал, эту дочку звали Эмма вообще, но у нее было домашнее имя, ее звали так только самые близкие люди, ее звали Шушу. То есть вот эта Шушу, дочка, он совершенно не чая у моей души, обожал и смотрел, как она играет, и однажды с этой дочкой они были в цирку, и там привезли из Америки огромного настоящего слона. Но надо сказать, что в то время во Франции это было событие, сейчас мы все видим в интернете фотографии, и видим какие-то по телевидению, а тогда не было таких средств массовой информации, и, например, то, что во Франции появился слон в начале 20 века, это было настоящей сенсацией, парижане ходили и смотрели, и Шушу, она была так потрясена и восхищена этим слоном, что потом Дебюси купила игрушку, большой плюшевый слон, которого она назвала точно так же, как и слон, которого она видела, Джимбо. Это одна была из любимых игрушек, и часто вечером она укладывала спать этого Джимбо, и Джимбо, он не мог заснуть без того, чтобы Шушу не рассказала ему какую-то сказку, и она обычно рассказывала ему сказку, и часто, как рассказ, когда заканчивалось, что Джимбо засыпал на, как-то падал на подушку, и Дебюси вспоминает, что часто раньше Джимбо, конечно, засыпала сама в душу вместе с этим, и вот эта пьеса, которая называется «Колыбельная слона», это такое впечатление Дебюси от наблюдений за своей любимой дочкой, как она пытается усыпить слона, и как она засыпает сама в душу. И обратите внимание, когда будет заканчиваться пьеса, самые последние такты, внимательно послушайте, слышите ли вы, как засыпает, и кто засыпает, слон или девочка. Итак, Ульяна Дегтярева для нас сыграет «Колыбельную слона». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 оркестра симфонического, они делятся на несколько групп и открывают, эта первая группа, она называется деревянный духовой инструмент. И первый инструмент, который открывает группу, деревянный духовой инструмент, называется флейт. Вот посмотрите, деревянный духовой инструмент. Вы видите, что она сделана из металла. Ну, на самом деле, секрет в том, что до середины 19 века флейты действительно делались из дерева. И в тот момент, когда принята была вот эта классификация инструментов по разным группам, флейта действительно делалась из дерева. И только потом, уже в 19 веке, был там один великий человек, которого звали Таобаль Бюм, и он вдруг с результатом эксперимента понял, что флейту лучше делать из металла, поэтому сейчас он делает из металла. На самом деле, этот инструмент очень непростой. и в чём непростом. Вы видели, что Полина играла, держала его на бок. Как вы думаете, почему это так произошло? Почему она держала так вот сбоку? А не прямо как держать муточку. Вот это вот замечательное, можно сказать, главное. Да, посмотрите. Вот эта деталь, она называется, красиво очень, флейта называется муфтинг. И на самом деле, Валерина держит так вот, потому что звук, он рассекается. Он идет сверху, да, Полина? Да, и он не просто флейтист дует как-то, как вот вы дуете, допустим, в трубу или какую-то другую, она особым-особым образом, как губами, и звук, он рассекается через вот эти губки. Давай мы его разберём. Флейта, она сейчас, когда она разбирается на несколько частей, да? Вот эта часть, самая главная, она называется головка, то есть как голова, и тут губки находятся. И, в принципе, когда маленький ребенок или маленький ученик только начинает учиться на плене, да, он играет только на такой головке. То есть, это может быть там, да? Долгое время, довольно, может быть, несколько месяцев, или шесть, пока он не поймёт, как звук рассекает. Вот он, да? Он, собственно говоря, играет только вот с этим вот, с этой плене. Ну и, собственно, пленка разбирается ещё на два таких колена, и вы видите, здесь находятся клапаны. Они тоже появились не сразу, довольно долгое время, до 19-го века, там просто были, как сказать, просто отверстия во флейте его, которые флейтист, когда играл, он зажимал пальцы. Но потом столкнулись с такой, в общем, конечно, ситуацией, что, ну скажем, прямо пальцы у всех разные, да? У кого-то толще, у кого-то тоньше, у кого-то. И поэтому на той же флейте можно по-разному как бы зажимать, и по-разному звучит звук. И потом, вот такие замечательные люди, они придумали такие клапаны, которые очень плотно закрывают эти отверстия, и поэтому, когда флейтист играет, он может уже не думать о том, какие у него пальцы. Тонкие, толстые, холодные или тёплые руки, и вот это значительно видно. Ну, самое, конечно, главное для флейтиста, это вот это, да? Ну, вот, собственно говоря, на этой конфессии. Спасибо. Ну, можно поговорить. Следующая пьеса, она тоже написана была в DBC для вот этого цикла, который назывался «Детский уголок». И она тоже связана с игрушкой, которая была у его дочки, у Шушу. И это был маленький пастушок с флиточкой, как у нас такой. И Шушу почему-то считала, что он очень печальный. И этот пастушок, и она почему-то его жалела всё время, а DBC пытался ей сказать, что он не такой печальный. Ну, мы поймём, когда послушаем пьесу. Итак, Ульяна нам сыграет маленький пастушок. И мы подумаем, печальный пастушок её, не очень печально. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка что-то свежее, какое-то все время. И поэтому, когда бы ты не посмотрел, даже если вы фотографировали будете на воде, когда бы вы не фотографировали, у вас будут разные снимки все время с водой. И поэтому и художники, и профессионисты очень любили сюжеты, связанные с водой, и композиторы. Я даже выписал, и сейчас вам скажу название произведений у профессионистов, которые были связаны с водой. Мы сегодня не будем слушать, просто чтобы вы знали, какие были. В Дебеси, например, есть такие произведения, как «Отражение в воде», «Сады под дождем», «Паруса», «Затонувший собор», «Ундина». Ну, «Ундина» это такое слово, собственно, оно означает «Русал». У Дебеси, например, есть симфоническое большое произведение, оно называется «Море». Там три части. Первая называется «От гори до полуночи на море». Вторая часть называется «Игра в волн», а третья часть называется «Разговор ветра с морем». А у Равелли есть, например, «Лодка в океане» и пьеса такая, которая называется «Игра воды» или «Велигии ветры, пришедшие из-за моря». То есть очень много. И сегодня мы вам подобрали ряд произведений, которые, сюжеты, которые связаны и так или иначе с водой. И начнет первый номер пьесы «Дебеси», которая называется, ну, разные переводы, проходите, девушки, я сейчас расскажу. Ксения, она приедет к нам учиться, ну, скажи, из какого возраста. Она к нам приехала из Парижа учиться, и она говорит очень хорошо и по-русски, и по-французски. И она мне помогала переводить название этого произведения. Ну, скажи, как это называется. «На кораблике», то есть имеется в виду небольшой какой-то корабли, такой океанский лавен, а скорее-то прогнозчный, да, посенец. Ну, многие из вас, может быть, были по речи, знают, что посенец ходят такие корабли небольшие. Вот, и, собственно, эта пьеса, она написана для Протопиана «Четыре руки». Что означает «четыре руки»? Что сразу два человека играют на рояле одновременно. Поэтому называется «Четыре руки» и «Помбату». Похож будет? Где-то. Вот, итак, «На кораблике», то есть вот такая прогулка по реке. Пожалуйста. Да, и исполняет Ксения, ее фамилия, она стараемся приехать, но фамилия у нее греческая, Гомер, и Катя Петасеева. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Играет музыка. 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 Американцы считают его своим, потому что он в свое время уехал из Франции в Остон, в Соединенные Штаты Америки. Играет музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, вы помните, что мы начинали наш концерт с произведения, которое называлось «Лунный свет». Помните, да? Оно исполнилось на скрипке. Вот кто-то играл на инструменте. Этот инструмент, он очень похож, правда, на скрипке. В то же время, он больше по размерам, чем скрипка. Он называется «Айн». В принципе, вся его конструкция абсолютно такая же, как у скрипки. Вам, может быть, будет интересно знать, что здесь, собственно говоря, есть такой корпус. Это называется «Декор». Здесь нижняя дека и верхняя дека. Две деки, оба. Здесь есть очень важные детали, если вы будете рисовать скрипку потом. Вот эти детали. Они называются «Эфы». Это название «Эфа» состоит из-за того, что они напоминают букву «Эф» и «Эф». Да? Как идем из всего этого детали? Правильно, совершенно верно. Через, собственно говоря, эти детали, в кругу времени, мух попадает внутрь корпуса. Там, собственно, происходит вот это чудо. Там рождаются мухи, которые выложили и выходят. Прикинь, когда я не знаю, как и для детей. Это просто получится, вот скажем, прямо от того, что нельзя проливать. И вот этот этаж называется «Замечательная дешейка». Да? И это называется «Муховый». Пока мы не забудем о этой кусте и поговорим немножко о Дегаре. Дегар, иди сюда. Пожалуйста. Смотрите. Вот этот инструмент, на котором играл Дегар, он называется «Габой». «Габой» — это, в принципе, пришло нам название из французского языка тоже. С французского языка. Да. Вы заметили. Итак, «Габой» — это из французского языка пришло. Означает буквально «высокое дерево». О, бой. И помните, я вам показывал флейту. Совершенно другой инструмент, чем флейта. Вот эта деталь, если вы будете рисовать, это очень важная. Видите, вот маленькая такая деталь. Она называется или кузычок, или трость по-разному. Вот ты можешь ее видеть, да? Ее музыкант берет и понимает. Да? Это такая индивидуальная часть. Она вообще делается из камыша. Причем не из каждого камыша, а есть отдельный особый сорт камыша. Он растет или в Испании, или, наверное, в Франции. И там его специально выращивают. И потом, собственно говоря, дугар берет вот такие заготовки. Он эти заготовочки придет вместе соединяет. На самом деле, когда вы посмотрите, вы увидите, что это две пластиночные камыша. Они соединены вместе вот так вот. Так называемый двойной язычок или двойная трость. Они вместе соединяются. Видите, тут, видите, перемотано. И тугар, он подтачивает этот язычок под себя. Поиграй немножко. Видите, он может звучать уже сам по себе. Вот. А потом этот язычок, он вставляется, собственно, в инструмент вот сюда. Здесь есть растрок у него. И здесь точно так есть клапан. И тогда и рождается вот это чудо тоже. Ну, давай, поиграем. Толстые берутся, да? Или на родной. И на родной. Спасибо. Вот. И работа делается из черного дерева, из блёрдого, из африканского, как правило, дерева. И, собственно говоря, габой. Чем габой знаменит еще? Что, если вы берете в оперный театр или на концерт, вы всегда... Первым делом вы слышите габой. Когда оркестр настраивается, именно габой дает ноту ля. С него начинается настройка. И ноту ля всегда дает. Потому что по габою строится всегда оркестр. И обычно перед этим, когда габой строится, все подходят к габаисту и говорят ему, дает ноту ля. Все габоисты говорят, конечно, сто рублей. Сразу... Шутка такая. И потом он дает... Спасибо. Следующая пьеса, которую мы послушали с вами, это снова DBC. Пьеса с говорящей таким названием, она называется «Отражение в воде». И сыграет нам, Елизавета Марченко, эту пьесу. Ну, собственно говоря, они и говорили... Проходите-то. Так, DBC, «Отражение в воде». Постарайтесь услышать... Мы просто будем постараться увидеть отражение... Постарайтесь увидеть... АПЛОДИСМЕНТЫ ... Играет музыка 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 Играет музыка